Отчет депутатов «Единой России» о реализации наказов жителей Ленинского городского округа было решено провести в новой школе жилого микрорайона «Май». Учебное заведение открыло свои двери в сентябре этого года в рамках реализации народной программы партии. Мероприятие посетили глава Ленинского городского округа Алексей Спаский и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов. Для них провели небольшую экскурсию по учебному заведению. Красиво, какие удачи вам, ребята, чтобы все получалось. В этом году отчет совпал с празднованием 21-й годовщины со дня основания «Единой России». Мероприятие началось с обсуждения реализации наказов, которые поступили в адрес партии в ходе предвыборной программы в 2021 году. Наказ – такая удивительная вещь, которую нельзя назвать, на мой взгляд, партийным. Мы, в принципе, никогда не разделяем работу администрации и «Единой России». Пришел запрос, пришел наказ, и вот по факту мы сейчас имеем уже полноценную фактически школу с разрешенным наполнением 275. Сейчас зашли в несколько кабинетов, посмотрели, ребята хорошие, светлые, спросили, откуда они все здесь рядом. Для контроля за исполнением наказов на региональном уровне было создано 10 программных комиссий. Особое внимание уделяется повышению качеству медпомощи и ее шаговой доступности, поддержке семей и важным социальным программам. Ежемесячно приезжаю, провожу прием граждан. Хороший формат. Мы договорились изначально, что глава присутствует во время приема, потому что люди приходят, иногда, в общем, прямо из кабинета выходят уже с конкретным решением, что, в общем, меня радует. Всего в Ленинском городском округе было проработано 450 предложений от жителей, которые вошли в народную программу «Единой России». В рамках бура наших наказов от жителей на сегодняшний день мы исполнили более 300 наказов. Это порядка 70% от общего числа. Я, естественно, беру основные такие масштабные истории. Все остальные более, ну, скажем так, мелкие вопросы, они в рабочем порядке решаются непосредственно уже депутатами. В этом году при участии депутатов «Единой России» и жителей было проведено 97 мониторингов объектов. Построено рекордное количество новых детских садов. Три в общей сложности на 885 мест уже открыты. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще столько же. В следующем, в 2023 году, запланировано открытие школы на 1100 мест в микрорайоне Пригород-Лесное. И на 825 мест в Дрожино. Было отремонтировано свыше 150 подъездов. В ответ на просьбы жителей привести в порядок водные объекты были созданы программы «100 прудов» и «100 озер». И такая плодотворная работа будет продолжена. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видно этого.